В студии Александр Белогуров. Здравствуйте. Под Москоном Орехово-Зуеве правоохранители раскрыли дерзкую кражу. Вор пробрался в монастырь и забрал из кельи настоятельницы полтора миллиона рублей. Это были пожертвования на строительство храма. Кто нарушил одну из десяти заповедей и как преступник распорядился чужими деньгами, расскажет Максим Ларин. Настоятельница женского монастыря прячет лицо. Об этой истории женщина хочет поскорее забыть. Почему-то произошедшее вызывает у нее жгучее чувство стыда за поступок, который совершила не она. Ящик выдвинул где за дверью прям сразу. Я говорю, вот здесь деньги лежали. Денег ни копить не оказалось. Почему эти деньги остались на строительство храма для крыши? Келья настоятельницы напоминает лавку старьевщика. Картины, иконы, бесчисленное множество книг и большой комод, в котором еще недавно хранились полтора миллиона рублей. Это резиночкой перевязано. Но здесь ничего нет. Установлено, что молодой человек узнал о том, что в комнате настоятельницы хранятся денежные средства, после чего сделал дубликат ключа от ее двери, в ночное время проник в помещение и похитил сбережения. Пропажу настоятельница обнаружила утром. Когда перед службой вошла в келью, то сразу поняла, здесь побывали незваные гости. Смотрю, не так поставлено. Рейка была вставлена между ручкой и косяком. Там стремянки две, картина. Там пустые пакеты. Пакеты так, чтобы все не так стояло. Подозрение сразу пало на местного разнорабочего. Парень появился в монастыре в начале года и умолял о помощи в трудоустройстве. Настоятельница позволила ему остаться. Скрытный и нелюдимый он с самого начала казался странным и, как выяснилось, не напрасно. Когда женщина поднялась в его монастырскую комнату, то на столе обнаружила связку ключей. В том числе тот самый дубликат, с помощью которого он попал в ее келью. Своими подозрениями женщина поделилась с правоохранителями. Молодого человека задержали в подмосковном Орехово-Зуеве. Тайник правоохранителям задержанный показал, вот только никакого богатства там не оказалось. Куда делись полтора миллиона рублей, стражи порядка выясняют. По статье кража возбуждено уголовное дело. На уходящей неделе 78 жителей столицы стали фигурантами уголовных дел за изготовление и распространение наркотиков. 99 наркозависимых отравились запрещенными веществами. 11 человек скончались. Оперативники наркоконтроля продолжают бороться с теми, кто производит зелье и торгует им. Так на северо-востоке Москвы стражи порядка задержали одного из драг-дилеров с поличным. Работаю кладменом, короче, героин распространяю, но не кладу в детские дворики. И героин и методом. Этот мужчина бывалый уголовник. Он уже был судим, но очевидно, что не встал на путь исправления. Глядя на количество изъятых у него запрещенных веществ, с уверенностью можно сказать, в очередной раз пустился во все тяжкие. При личном досмотре у мужчины был обнаружен 191 сверток с неизвестным веществом, общей массой около 200 граммов. Согласно проведенному исследованию, часть изъятого содержит в своем составе наркотические средства – героин и методом. Стражи порядка выяснили, что кладмен покупал товар в интернете, а после делал закладки. Фотографии тайников и их координаты отсылал своему работодателю и получал за это деньги. Ближайшие лет 15, а то и 20 мужчине придется забыть о легком заработке. Это время он может провести в тюрьме. О том, что еще попало в полицейские сводки, смотрите далее в коротком видеообзоре криминальных происшествий. Возле Ярославского вокзала двое мужчин попытались ограбить своего случайного знакомого. Один ударил по голове, второй обшарил карманы и вытащил мобильный телефон. На помощь потерпевшему пришли стражи порядка, которые патрулировали территорию. Нападавших и жертву преступления сопроводили в отдел полиции. По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело, мобильный телефон изъят и возвращен потерпевшему. В московском метро на станции «Технопарк» за сутки на пути спрыгнули сразу двое пассажиров. Оба были пьяны и хотели перейти на противоположную платформу. Один мужчина спустился на рельсы днем, второй поздно вечером. Стражи порядка задержали нарушителей. Каждому из них суд назначил двое суток административного ареста. В Перми перед судом предстанет 40-летняя женщина, которая развозила по стране наркотики. Из Москвы запрещенные вещества она доставляла не только в родной город, но и в Челябинскую и Тюменскую области, а также в Ханты-Мансийский автономный округ. За каждую командировку ей обещали 125 тысяч рублей. В своей семье женщина говорила, что работает торговым представителем и поэтому ездит в другие регионы. Задержали даму на трассе. В машине у нее было более 5 килограммов наркотиков. А в Краснодарском крае сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором трое молодых людей везли наркотики. Изъяты четыре свертка с метилофедроном. Их общий вес более полутора килограммов. Запрещенные вещества злоумышленники приобрели так называемым дисконтактным способом. Планировали расфасовать на дозы и перепродать. Теперь дракт-дилерам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. В Калининграде безработный мужчина пришел в банк и предъявил кассиру настолько убедительный аргумент, что сотрудница без разговоров выдала ему более полумиллиона рублей. Вот этот клиент в маске, темных очках и с гранатой в руках. Перепуганная женщина открыла сейф и отдала грабителю все, что там было – 530 тысяч рублей. Мужчина скрылся, но через несколько часов его задержали в аэропорту. Налетчик хотел улететь в Санкт-Петербург. Как вообще эта мысль пришла в голову тебе? Нужно было возвращать долги к кредитам. Большая сумма кредита? Существенная. И долго готовился к этому? Нет. Практически спонтанно. Гранату где взял? Купил в магазине с трогой. То есть она не настоящая? Она не настоящая, естественно. Похищенные деньги полицейские изъяли. Всю сумму молодой человек оставил на хранение своему другу. Тот не знал о криминальном происхождении банкнот. Возбуждено уголовное дело. Задержанный будет отвечать за разбой. В Приморье экономические полицейские задержали предприимчивую супружескую пару, которая открыла подпольное казино в Уссурийске. К появлению людей в форме посетители игорного заведения были явно не готовы. В тот же день стражи порядка нанесли визит в аналогичное казино в другом районе города. И, конечно же, встретились с владельцами незаконного бизнеса. Стало известно, что супружеская чета привлекла для работы в своем деле троих друзей. Залы с игровыми консолями работали в закрытом режиме с соблюдением всех мер конспирации. Туда допускался только узкий круг проверенных клиентов. Выска, выска, выска. Скоро, что речь идет, что можно заходить. Правоохранители провели обыски в казино и в квартирах задержанных. Изъяли 70 компьютеров, 27 горных терминалов и выручку почти 200 тысяч рублей. За организацию незаконных игр все задержанные стали фигурантами уголовного дела. В Ижевске один из сервисных центров получил очень плохую рекламу. Его сотрудники изображали из себя мастеров по ремонту техники, а на самом деле лишь мастерские обманывали клиентов. В итоге 50 потерпевших, обманутых на сотни тысяч рублей. Жертвы обратились за помощью в полицию. После этого о компании псевдоремонтников узнал весь город. Материал Алексея Коноплева. Бойцы ОМОН спешат в компьютерный сервисный центр. И если бы они так торопились починить свои технические устройства, здесь бы им были только рады. Но уже через минуту сотрудники офиса оказываются в наручниках. Эти мужчины не привыкли быть припёртыми к стенке. Ведь обычно это они ставили своих клиентов в неловкое положение и заставляли платить немыслимые суммы. Документы видеть? Вот здесь, вот в этой папке, да? С документами всё в порядке. И даже чеки на оплату ремонта компьютеров выдавались. Не придраться, если не вникать. На самом деле в этом салоне только и занимались тем, что навязывали ненужные услуги. Если в компьютере барахлил лишь дисковод, мошенники рассказывали клиентам, что поменяли практически все детали. На самом деле максимум, что они делали, это устанавливали новое программное обеспечение. Да и то было нелицензионным. В итоге потерпевшим выставлялся счёт, который сравним с покупкой новой техники. Потом, когда он мне смету написал, оказалась стоимость работ вместе с затратами, с программами 38 тысяч. То есть ведь это надо из чего-то составить, эти 38 тысяч. Сумма набегала согласно прескуранту. У мошенников и он имелся, но лишь для отвода глаз. Главным рабочим документом была вот эта инструкция. Основной девиз – мастер обязан влиять на обстоятельства, подчинять клиента. А далее прописаны все шаги, чтобы, как говорится, стрясти жертвы как можно больше денег. Полицейские установили 50 потерпевших. Сумма ущерба – более полумиллиона рублей. Задержаны шестеро аферистов, включая директора фирмы. На их имущество наложен арест. Возбуждено сразу несколько уголовных дел. За мошенничество и распространение вредоносных программ злоумышленники могут надолго отправиться в места не столь отдалённые. Подростку, который сломал ногу в московском метро, оказали помощь сотрудники полиции. Мальчик спускался в подземку и подвернул ногу на лестнице. Сначала он подумал, что ничего страшного не случилось и зашёл в вагон. Однако там ему стало плохо. На станции шоссе энтузиастов на помощь 12-летнему Георгию пришли стражи порядка. Они вызвали скорую и вынесли мальчика на улицу. У подростка оказался закрытый перелом ноги. Как только мальчика выписали из больницы, полицейские навестили его. Георгий – курсант первого московского кадетского корпуса. Он занимается спортом и в будущем планирует стать военным или полицейским. Мальчику подарили книгу о метро и толстовку с символикой метрополитена. Один из старейших российских благотворительных фондов «Щит» и «Лира» отметил своё 30-летие. Сотрудникам фонда вручили почётные грамоты и благодарственные письма от руководства столичной полиции. Фонд был основан Иосифом Кобзоном. Организация помогает семьям погибших стражи порядка, многодетным семьям и не только. Всё это социально в годной категории нуждающихся, тех, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. Ну, в общем-то, перечень, он достаточно велик. И вот эта вся помощь, она адресно, благодаря руководителю, направляется на поддержку наших семей. Сейчас в фонде получают адресную помощь 257, в которых воспитывается более 300 детей. Ну, самое важное – это отдых на море две недели. И одна из важнейших – в конце года мы даём и финансируем, и сладкие подарки, и новогодние дела. Плюс каждый месяц они у нас ходят в театр бесплатно. Столичные полицейские присоединились к всероссийской акции, которую организовало общественное движение «Зелёная Россия». Стражи порядка высадили деревья в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Лес Победы высаживается во всех регионах России. Эти именные деревья в честь погибших воинов в годы Великой Отечественной войны – символ памяти и жизни. За 10 лет проведения акции, благодаря её участникам, Лес Победы уже насчитывает более 20 миллионов деревьев. Делаем это всё для того, чтобы в первую очередь подать пример подрастающему поколению. Так как всё-таки мы сотрудники полиции должны подавать всегда пример положительный. Мы сегодня успели также посадить деревья, вот, как видите. После работы всех участников акции ждал обед на полевой кухне. А у меня на этом всё. До встречи.